Всем привет, ребят! С вами Стивен, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Сегодня нас снова ждут в покойпенинге. Мы будем открывать наборы, и я надеюсь, что мне выпадет сегодня как можно больше алмазных карточек. Как я и обещал, будет такой второй ролик, потому что он обязан быть на моем канале. Поэтому не будем затягивать. Поехали! GameGold.ru — сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. Стивен Бонус дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И Стивен Скидка. При покупке от 1000 рублей 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. Второй ролик с открытием наборов. Да, это будет сложно. Да, возможно. Это даже будет в каком-то смысле невозможно. Потому что, да, открывать наборы и, конечно, ожидать того набора алмазок, который я буду открывать, не всегда, конечно же, логично. В особенности я открывал наборы за 450 душ, и мне оттуда, по факту, ничего не повыпадало. Это, конечно, немного обидно. Все-таки я ожидал от элитного набора спецназовцы чего-то прям очень и очень достойного. Но сейчас я решил выбрать другой набор какой-нибудь, потому что, да, спецназовцы это круто, но шансы на выпадение чего-то там достойного, они малы. Они очень малы. И поэтому, возможно, я открою какой-нибудь другой набор, где шансы на выпадение алмазки будет в разы больше. И тем самым мы, конечно же, возьмем, повыбиваем, ну, как минимум, хотя бы две алмазные карты, а не одну. И тут у меня есть небольшое замешательство. Мне нужны классические персонажи. У меня еще до сих пор не прокачан как Нуб Сайбот, так и Смоук. Но ради Нуба Сайбота и Смоука, золотых перцев, открывать этот набор я вообще смысла не вижу. В особенности, когда Смоук, он выпадает по факту из Войн Фракции, и рано или поздно мне последняя карта, недостающая в любом случае, выпадет. А Нуб Сайбот, он выпадает вообще отовсюду, там с башни рандомно он выпасть может. Поэтому тоже из-за него открывать этот набор не вижу смысла. В особенности, если будет выпадать тот же Скорпион, который у меня, по сути, он прокачанный до десятого слияния, либо любой другой золотой персонаж. И, естественно, благодаря вот таким вот своим суперкрутым размышлениям, я решил открыть либо алмазный набор МК-11, либо алмазный набор Скарлетт из МК-11. И здесь у меня возникает вопрос, какой же мне персонаж больше нужен? Это Рейден, Кабл, либо, конечно же, та самая Джейд, либо все-таки мне нужен какой-нибудь Скорпион, Скарлетт, либо Саб-Зиро. И, естественно, это Скорпион или Саб-Зиро. Поэтому, естественно, благодаря таким вот супер-пупер непонятным решениям моим, мы открываем именно вот этот вот набор и открываем целых 10 наборов алмазных Скарлетт из МК-11. Да, здесь, кстати, шансы на Скарлетт, они в разы больше. И знаете ли что? Тут вот, кстати, еще один такой вопрос достаточно интересный возникает. Что лучше, 6% либо по 3%? И да, вот тут, кстати, надо призадуматься. Может, лучше все-таки этот набор открыть? Стоп, шансы на обычную никому не нужную золотую карту. Здесь 90%, здесь 82%. И знаете ли что? Я меняю свое решение. Все-таки, возможно, я какого-нибудь мудака из этого вот наборчика прокачаю. И это будет в разы лучше. Все-таки вот эти чепушилы, они выпадают в разы чаще, поэтому открываем целых 10 наборов за 375 душ. Да, нужны больше Скорпионы и Саб-Зиро, но шансы на алмазки именно эти больше, поэтому... Ну, логика, конечно, здесь умирает у разрабов. В общем-то, могли бы сделать два одинаковых набора с одинаковыми шансами, Но, видимо, для самих же разработчиков Скорпионы и Саб-Зиро в разы важнее, нежели чем те же самые Джейд, либо Кабал. Ну, типа того что-то. И первый набор это Скорпион Ниндзюцу. Да, кстати, здесь, видимо, фишка вся в том, что мне будут выпадать наборы за 150 душ. И я бы сказал бы, что нафиг они мне нужны. Но по факту-то они, по большей части, у меня и не прокачаны, поэтому пускай выпадает. Каждый станет 10-го слияния, я рано или поздно их до 60-го левела прокачаю, И потом у меня будет просто-напросто при прохождении режима Выжившие одни прокаченные топ-персонажи на 1.6-3.0 процент... Ой, не процент, а икса. Супер, короче. Идея прям гениальна. Ладно, открываем второй набор. Первый набор, в общем-то, показался достаточно дебильным. А вот второй-то набор, что нам покажет, пока непонятно. А вдруг вот тут вот сейчас я открываю и сразу же... На тебе, Кабал. На тебе, Джейд. На тебе, Рейдена. Ну, я бы, конечно, здесь хотел больше всего Рейдена. Не знаю почему, но Рейден чертякам не очень сильно нравится. Притом, когда так долго грузится набор... Скорее всего, тут выпадает, ну, что-то прям суперское. Так, смотрим. Мещ обычный. Это уже точно не Скорпион, но это Кун Лао Фокус со шляпой. Идеальный персонаж за идеальное количество душ. 375 душ за Кун Лао Фокуса со шляпой. Я считаю, это выгодное предложение. Второй персонаж, и он прокачивается. Это не тот перс, который у меня уже десятого слияния. От него толку нету никакого. Поэтому пока что мы идем достаточно-таки неплохо. Третий набор, третий набор. Вот третий набор-то, вот третий-то набор будет прям очень-очень хорошим. Надеюсь на это. Я верю в это. Конечно, пока... Я себя утешаю немножко тем, что все-таки, ну, как ни крути, я открываю не просто так эти наборы. Отсюда же выпадают алмазные карточки. И вот сейчас тот самый момент, когда, возможно, снова я вижу уголок. А это значит, что мне выпадет Кун Лао Мастер Шоу Линия. Прокачивается, кстати, тоже до десятого слияния. На самом-то деле, вот кажется-то набора за 150 можно было пооткрывать. И они тоже были бы хорошими. Но я все-таки открываю за 375 и надеюсь на что-то лучшее, нежели чем Кун Лао. Так, и тем временем получается у нас четвертый набор. Я, в принципе, пойму, мне кажется, когда будет 10 наборов, потому что у меня просто души закончатся. Но это четвертый набор. Четвертый набор нам сулит что-то прям очень крутое, мне кажется. И вот прямо сейчас на четвертый-то набор я выбью. Определенно выбью. Ну, должно ж мне когда-то повезти. Если в предыдущем ролике не повезло, то в этом-то определенно выпадет. Ну, что-то же качественное, крутое. Четвертый набор. А вот здесь карта без уголка. Я не помню, есть ли у меня вот там какая-нибудь из алмазок. Но, мне кажется, мало вероятно. Четвертый набор нам дарует... Мастера Шаолиня Кун Лао. 30 душ. Просто обменял 375 душ на 30 душ. Ммм. Четвертый набор что-то вообще не очень. Хорошо. Может быть, я по-другому немного поступлю. Так и быть. Сейчас я открою еще один набор за 375 душ. Это будет пятый набор. И потом, может, мы плавно перейдем все-таки в те наборы, которые я первоначально хотел открывать. Потому что что-то, мне кажется, здесь есть некий подвох. Вот если сейчас набор не выдаст мне алмазку, я меняю свое принципиальное решение и перехожу на другие наборы. Я хочу с пятого набора себе алмазную карту. Не подведи меня, пожалуйста, наборчик. И здесь у нас Дженни Кейдж Дублер. Кстати, да. Дженни Кейдж Дублер мне еще не выпадал. 375 душ на такого прекраснейшего персонажа. Я считаю, что души идут в правильном направлении. В жопу, короче, одним словом. Так. Готово. 5 великолепных наборов было открыто. Но я не сдаюсь. Да, я хочу открыть набор за 400 душ. Но я хочу посвятить именно этот ролик только лишь одному набору. Поэтому 6 набор снова открываем. Может, снова наступим на дерьмо какое-нибудь. Снова выпадет какое-нибудь чепушило. Но все же мы открываем этот набор и ждем отсюда алмазную карту. Все будет в порядке. Я считаю, что все нормально. 6 набор. 6. 6 же? Да, все правильно. 6. Так, загрузочка есть. Отлично. Смотрим, что у нас будет прямо сейчас. Ох, прямо сейчас уголок имеется. Либо это Джонни Кейш дублер снова решил выпасть. Либо это все-таки алмазная карта. Не верю я, конечно, в алмазки. Поэтому Ермак Повелитель Душ мне выпадает. Оказывается, у меня еще Ермак Повелитель Душ. Это самый гениальный персонаж не прокачен. Поэтому все впереди. Еще одного ненужного персонажа себя прокачиваю. Хотя, кто знает, может когда-нибудь Ермакейти пригодятся. Не понимаю этого момента на самом деле. Зачем эти персонажи до сих пор имеются. Лучше их все алмазками бы сделали. Все бы рады были. Я так считаю. И я бы тогда не против был бы этих персонажей. В общем, в будущее. В будущее просто прокачка. На будущее. Вдруг через два года разработчики такие. Ну ладно, может быть и правда сделать их алмазными. Так, смотрим, что у нас тут. По Савбудзюцу прокачивается до шестого слияния. Отличненько. И седьмой набор мне выдает Сабзира Криоманта. Сабзира Криоманта. Седьмой набор мне выдает. Отличнейший набор, я считаю. Тем самым у меня остается всего лишь три наборчика. Алмазных. Три наборчика. Три наборчика. Восьмой. Шансы, кстати, высокие довольно. 18% суммарно, если так предположить. Но вроде здесь не суммарное какое-то сложение идет. Поэтому все получается прям, ну не очень. Ну не очень хорошо. Так, восьмой набор. Открываем его. Смотрим, что у нас будет здесь. А здесь снова уголок. А здесь уголок. А это значит Джейд МК-11. Да, вот это я понимаю. Второе слияние персонаж становится. Хотя бы кое-как, но повезло. Джейд мы выбили. Конечно, хотелось бы верить в то, что мне выпадет еще одна алмазная карта за два набора. Но что-то мне кажется, это маловероятно. Но Джейд прокачивается. Это круто. Это сильно. Так, отлично. Еще одна алмазка. Итого две алмазных карты за восемь тысяч душ. Это хорошо ли, либо плохо, не ясно. Но мы открываем еще один набор. Не сдаемся. Все-таки десять наборов. Это девятый. Шансы у нас имеются. Шансы есть, как говорится. Поэтому все в порядке. Должно быть у меня и у всех. Поэтому давай, не подведи наборчик. Девятый, родненький, давай. Я эти души копил очень долго. Этими руками. Каждый день, каждый час заходил. Ты должен понять, как сложно они даются. Поэтому, пожалуйста, давай что-нибудь интересное. Респиратор. Отлично. Отлично. И следующая карта. Кесси Кейдж, спецагент. Кесси Кейдж, спецагент. Да, это был девятый набор. Отлично. Девятый набор тоже довольно-таки неплохой. И сейчас мы открываем десятый. Юбилейный алмазный набор МК-11. И, возможно, именно здесь мне выпадет та самая алмазная карта. Та самая. Не знаю, Рейдена хочу. Выпала Джейд, хочу Рейдена. Выпадет Рейден, прям будет опупенно. Смотрим. Прям очень-очень хочется это заполучить. Но не знаю, получится ли, либо нет. Последний наборчик, десятый. Прям топовый набор должен быть. Давай, открывайся. Что-то вот сегодня долго грузится набор. И не знаю, с чем это связано. Но, видимо, не просто так. Не просто так один набор так долго грузился. Уголок имеется. Это очень хорошо. И здесь у нас Скорпион Инжастис. Кстати, очень мало повторок было в этом ролике. Что не может не радовать. Скорпион Инжастис, дамы и господа. Кстати, да, хороший персонаж. Выпадает иной раз за то, что ты тупо входишь в игру ежедневно. Ну и, конечно же, вот он у меня с седьмого слияния. Отличный перец. Молодец. Шикарно. Все. И вот эти вот 10 наборов, которые я пооткрывал. И я считаю, что я это сделал не просто так. Эти наборы мне дались прям кровью и потом. Ну и теперь, конечно, снова придется накапливать души. Ждать того момента, когда я смогу снова порадовать вас. С вот таким вот глобальнейшим открытием. По копинингам, короче, грубо говоря. Да, по инглишу этому сраному. Ладно, в общем, переходим к выводам. А какие могут быть выводы? А выводы просто такие. Выпала Jade MK11. Еще одну алмазку я получил. И не ту, что вроде как хотел. Но в любом случае она мне выпала. А это хорошо. Это самое главное. Поэтому ролик, я считаю, прям очень зачетный. Мне писали даже под предыдущим видосом. То, что там такое себе. В принципе, тебе еще повезло. То, что одна алмазка выпала. Поэтому нужно радоваться. Поэтому, да, я в этом ролике и радуюсь. То, что мне выпала хотя бы одна алмазная карта. За целых 3750 душ. Вы просто представьте. 3750 душ. Это жесть. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok